всем привет в этом видео расскажу о том режущем инструменте который использую в своей работе и начнем пожалуй с самого мелкого то щипчики которыми я обрезаю нить то есть любая замена нити в иголке происходит не без участия вот таких вот щипчиков можно было бы заменить их ножом то есть не покупать себе такой инструмент обрезать нить ножом или же к примеру большими ножницами но это все неудобно то есть вот эти щипчики они придуманы неспроста они намного удобней и ими быстрее можно это все проделать допустим если очень много счете и вот пример у меня есть изделие в котором ну около 15 швов коротких то есть нужно постоянно менять нить через какой-то короткий промежуток времени и вот именно в этом процессе очень помогают такие такая мелочь как щипчики покажу как это все работает то есть ими нужно приловчиться конечно работать потому что со временем у них расходятся от лезвия можно увидеть то есть при работе их еще нужно немножко вот так вот пальцами прижимать вот и все и потом выбираем все теперь можно ставить новую нить есть еще у меня большие ножницы в основных используют для черновой работы когда приходит большая шкура и мне нужно под конкретную деталь вырезать кусочек кожи вот я использую эти ножницы режут на самом деле они не только кожу там картон пластик какие-то жестяные банки сделаны добротно вот за наверное год использования с ними особо ничего не не случилось то есть работают так как работали максимальная толщина кожи который я резал этими ножницами это 4 миллиметра но в принципе они с ней легко справляются вот главное чтобы это не был подошвенный чепрак там этим ножницам будет сложнее вот для примера кожа где-то 3 миллиметровая временная вот так это не работает то есть все легко режется и они справляются с такой кожи не скажу что они незаменимы но большинство инструмента которые я использую своей работе я покупаю не из-за того что я без него не могу обойтись а из-за того что он упрощает мне определенные операции которые я проделаю своей работе то есть они в большей степени делают проще удобней определенную работу которую можно там сделать тем же ножом примеру но ножницами это будет быстрее удобней и в принципе получишь тот же результат кромкорез это на мой взгляд один из инструментов именно вот незаменимых в работе с кожей я уже записывал видео об этом инструменте то есть это инструмент пять в одном до сих пор его не поменял то есть свои функции он выполняет и пока нету нужды в замене немножко его под себя перетащил и он отлично работает поэтому долго как бы останавливаться на этом инструменте не буду просто покажу как он работает и что как бы он у меня есть все фасочки сняты теперь можно полировать ремни рези я уже делал видеообзор сегодня просто еще раз как бы повторюсь потому что работаем постоянно без него не обходится ни одно изготовление ремней в моем случае вот как он работает берем кожу главное чтобы здесь была ровная сторона 1 прикладываем и распускаем делаем полоски нужной нам ширины в данном случае это полтора сантиметра вот все очень быстро и качественно этот может а еще один вариант ремни реза то есть он предназначен для нарезания полосок из кожи есть у него ограничения определенной ширины то есть я его взял специально для нарезания полосок из тонкой кожи так как ремни резом вот такого вот типа очень сложно сделать ровную полоску вырезать такую длинную именно из кожи тонкой то есть где-то там 1 и 5 миллиметров и уже как бы кожа она так более мягкая начинает вилять и получается кривая не равномерная там ширина ее по всей длине я решил приобрести этот нож и попробовать в деле то есть посмотреть сможет ли он нарезать полосы вот именно ровно то есть конструкция здесь простая винтик которым зажимается само лезвие на этом же винтике есть гаечка которой регулируется отступ пластины от самого корпуса ножа и таким образом регулируется ширина полоски ременной или не ременной в общем как это работает значит есть две кожи 3 миллиметра и 1 и 6 миллиметров все это ременная на более плотно это более мягкая убираем эту пластину в торец зажимаем и что у нас происходит значит с временными кожами есть определенная проблема из-за того что они толстые вот а здесь нету регулировки именно толщины кожи то есть с временными может быть не до резания так и теперь тонкая кожа с тонкой кожей может получиться следующий момент кожу ведет при нажатии и она режется тоже неравномерно по сути в моем случае этот нож он бесполезен как бы рекомендовать его покупки я не могу потому что ремни резом вот такого типа можно сделать работу намного лучше нож для нарезания окружностей получается такие кружки ну они получаются ровнее чем допустим резать это все руками там ножницами ли я не знаю как еще их можно делать нож делали мне на заказ человек занимается изготовлением если не ошибаюсь циркулей я попросил его чтобы он для меня поставил вместо там маркера сюда лезвия вот сделал добавил ручки и теперь это такой вот ножик по нарезанию разных кружков или в примеру окружности именно отверстий заготовках вот так вот он работает вот такие дыры можно делать здесь регулируется как бы получаться радиус вот мы выставляем и он уже режет значит что могу сказать поэтому ножу штука удобно пока еще как бы нашел там несколько изделий в которых можно его применять но как бы не для широкого применения вот лезвия ставятся с обычного там канцелярского ножа вот полотна эти меняются выглядит эстетически не очень но модель это работает еще значит одно такое замечание то есть после того как мы вырезаем эту окружность вообще думал что можно делать примеру такие круглые нашивки там со своим логотипом но он по центру оставляет вот эту точку прокол именно от иглы то есть если как-то от этого избавиться или что-то сюда укручивать примеру можно делать вырезать эти кружочки под декоративные кнопки вот эти кончи они как раз будут вкручиваться в центр и вот здесь делать прошивку и будет такая как подкладочка красивая то есть это еще как один вариант где можно задействовать такой нож теперь перейдем к самому главному в общем это мой начальный набор ножей с которого я начинал то есть они постепенно у меня появлялись какие-то я докупал пробовал их в работе то есть изначально было у меня два ножа которые я приобрел это ножи из рапита то есть стандартные насколько я понял это сапожные ножи покупал их на рынке ручки потом обтянул сам то есть я покупал просто полотна металлические ножи достаточно бюджетные но чтобы не соврать в районе двух долларов наверное один значит ножи хорошие в принципе как бы для начала то есть разобраться с тем хотите ли вы работать с кожей или не хотите можно купить вот один такой нож и работать им из недостатков из недостатков это то что рапит он крышится вот при работе обламывается кончик он обламывается постоянно сколько вы не затачивали его то есть этот нож вот здесь острие у него не будет то есть мне пришлось что на одном что на другом ноже этот острый кончик просто сточить и и теперь они ну как бы вот таком от остаются виде то есть работают с такой формой лезвия кожу в принципе режут то есть их можно затачивать но все равно когда работаете но чего-то не хватает может как определенно какого-то удобства кто знает я пересмотрел много различных ножей и вот когда работаешь таким все равно хочется попробовать что-то что-то новое что-то другое видел значит мастера работают подобными ножами они там используют их и для шерфовки кожи но всем дело мне кажется именно в стали которая используется то есть есть стали получше а значит и ноги ножи есть получше вот поэтому есть к чему стремиться то есть как бы все они режут работать ими можно но это больше на мой взгляд такой начальный вариант потом что я еще значит пробовал своей работе купил скальпель купил скальпель думал что он будет там как-то острее что им можно в принципе работать на самом деле ну для работы он мне не подошел может он как бы для там каких-то операций в общем хирургом он и годится в работе с кожей особенно вот с временной с толстой кожей использовать его как бы смысла нету максимум в чем он мне пригодился это распаковывать посылки которые приходят тут там скотч разрезать все то есть в чем как бы его недостаток вот то есть он он режет но он больше оставляет то такие вот как бы царапины всем можно пытаться там разрезать но это все очень сложно очень долго и она того не стоит поэтому сейчас этим ножом не пользуюсь даже посылки в принципе все равно там открываю другим то есть этот как бы для меня он бесполезный потом потом приобрел я тебе по себе немножко позже вот такой вот нож я не могу точно утверждать но это японский шерфовальный нож вот его как бы бюджетная копия я бы так сказал потому что что заказывал его на алиэкспресс вот цена где-то три с половиной доллара хотя есть там ножи с такой же формой лезвия допустим с такой же формой ручки вот там по 20 долларов то есть думаю какая-то все-таки разница есть возможно разница в стали нож очень острый по сравнению с вот этими вот моими ножами конечно разницу я сразу же почувствовал плюс разница так скажем в эргономике вот именно в ручке в удобстве хвата здесь она не просто цилиндрическая форма она как-то еще сделано под углом то есть в руку и убрать очень удобно значит какой недостаток в этом ноже именно для моей работы это то что он но не годится для вот такого вот разрезания именно по ровной линии этим ножом этим ножом можно как бы рубить кожу делать какие-то окружности плюс этим ножом еще шерфуют вот то есть можно утончать там край кожи или снимать небольшой как бы слой вот то есть этот ножом в принципе наверное ну как бы создан для вот таких вот больше операций но за свои деньги это вообще отличное решение если его брать не основным а дополнительным ножом то в принципе ну как бы он стоит стоит своих вложений стоит своих затрат вот так что какое-то время определенные я пользовался этим ножом пока там не сделал себе как бы набор о котором я расскажу чуть позже вот пошел на него такой чехольчик в общем сейчас тоже стараюсь все свои инструменты все свои ножи там обшивать кожей добавлять такой индивидуальности в инструмент так и значит изначального набора еще один нож вот такой радиальный вот я приобрел тоже для пробы посмотреть на что он способен многие мастера работают такими ножами и я в принципе понимаю почему этот нож очень хорош в работе с более тонкими кожами то есть которая можно в принципе этим ножом отрезать в один заход без проблем лезвие очень острые линия получается ровно торец без всяких там заусенец в общем этим ножом в принципе пользуюсь до сих пор именно в тех случаях когда допустим работаю с тонкой кожей и ее нужно ровненько отрезать чтобы не повело я использую этот нож почему не работаю им постоянно значит есть несколько недостатков именно для меня недостатков основное это то что это лезвие когда работаешь с металлической линейкой и чуть-чуть где-то повернул примеру что лезвие заскочила на линейку появляется зазубрина и после того как появилась зазубрина нож уже в этом месте он не режет то есть он это место потом просто перескакивает это как бы неудобно во первых во вторых дольше времени тогда нужно чтобы поправить лезвие там и прорезать виде она уже там перепрыгнула вот в третьих сами ощущения от работы в общем когда ты чувствуешь что там что-то вот так вот скачет тоже неприятно и допустим постоянно после вот таких вот моментов заменять лезвие это ну немалые деньги я посчитал что если допустим 10 или 20 раз заменить это лезвие то проще купить себе один нормальный нож который можно будет там затачивать вот и работать так что я не скажу что это как бы идеальное решение режет он хорошо и в каких-то случаях его можно использовать для там тонких кожи он подходит идеально вот возможно если приловчиться то можно там как бы работать им делать его как бы постоянным для себя таким основным инструментом но в моем случае так не произошло то есть для меня он неудобен ну и плюс я люблю как бы еще вот именно ощущение которое передает сам инструмент чтобы он был на мой взгляд каким-то особенным а вот эти вот ножи они как не то что одноразовое но постоянно менять лезвие это тоже как бы такой не очень хороший вариант именно поэтому пришел к решению заказать набор ножей у мастера который был он сделал индивидуально под меня по тем эскизом которые я ему сброшу двумя партиям не изготовили пять ножей значит первые три пришло те что в чехольчиках на эти еще я не успел пошить в общем вкратце расскажу о каждом отдельно основное это то что здесь используется сталь 4 миллиметра твердость стали 61 единица ручки честно не помню из какого дерева по-моему ясень и человек вот так вот их окрасил в общем в изготовлении ножей я как бы не спец не знаю здесь тонкостей ну в принципе результат меня устраивает да они конечно не идеально то есть есть вот разные там пятнышки может не знаю но они режут а это самое главное мой основной нож на данный момент и наверное главное приобретение из того набора вот который мне сделал мастер значит чем его особенность на самом деле удобнее ножа вот именно такого плана с которыми доводилось мне работать я не встречал за счет своей компактности вот здесь вот есть такой изгибчик то есть его удобно держать даже вот там тремя пальцами то есть удобно упираться потому что он ручкой упирается в ладошку делать упор и делать какие-то резы то есть он в первую очередь очень удобен потом острота сталь здесь используется 4 миллиметровая человек там затачил я в общем не знаю этих тонкостей она же именно на характеристиках сложно мне говорить потому что я их не изготавливаю не знаю даже о каких преимуществах можно там сказать но то что он острый и режет бумагу это есть то есть я насмотрел с разных видео как их проверяют на остроту вот то есть он очень острый и в принципе кожу 3 миллиметровую ременную он без без труда режет единственное что я никогда не советую такую кожу резать в один рез то есть вот в два в два захода он ее разрезал при том что торец получается ровный без заусенец ну в общем все как надо этим ножом можно выполнять большинство операций вот по разрезанию в принципе то есть и можно там как-то скруглять углы не знаю шерфовать сложно потому что ручка вот здесь вот мешает упор но я думаю тоже там можно как-то какие-то такие вот моменты делать все без проблем будет резать так что можно кто захочет себе сделать нож вот эта модель очень удачно и можно сделать просто себе один для большинства операций сейчас покажу почему лучше не резать кожу в один рез когда мы начинаем резать то можно заметить что кожа вот вначале она как бы сжимается здесь сложно видно в общем она сжимается деформируется вот видите здесь там небольшой подъем вот здесь вот то есть когда мы протягиваем то резать он получается неровный и теперь сделаем то же самое но к примеру в три захода на этом ножи останавливаться не буду он выполнять те же функции что и предыдущий только он не настолько удобен из-за своей ручки вот этой длины если бы сделать покороче мне кажется он бы был поудобней а так получается что им работать можно но вот по ощущениям он как бы хуже сталь то же самое там острота как бы все в нем присутствует но вот именно в использовании мне нравится больше вариант который с короткой ручкой шерфовочный нож значит их есть три вида помню английский и японский еще какой-то в общем отличается они между собой только формой лезвия если сравнить он два шерфовочных ножа здесь лезвия более ровная здесь такое скругленное выполняют одни и те же функции то есть этот нож он него универсален есть у него несколько задач основных которые он выполняет но при этом он делает как бы выполнение этих задач удобнее и качественнее чем допустим работать тем же универсальным ножом немножко неудобно сделано ручка то есть вот в этом здесь ручка поудобней здесь мне ее как бы не хватает то есть она для меня маловато и плюс не хватает вот этого изгиба вот но здесь уже как бы ничего не поделаешь мы можем снимать фаску вот или же там более шире снимать слой кожи утончать до нужной толщины это применяется при изготовлении различных изделий из кожи там где нужно сделать тонкими торцы к примеру склеить два слоя кожи но чтобы торец был тонким поэтому их там так вот срезают и склеивают именно уже утонченными что я еще делаю этим ножом где его применяю то есть он легко скругляет углы без проблем справляется с этим и при изготовлении тренчиков допустим есть полоска но нам нужно ее сделать нам определенной длины то есть умеряем и так вот рубим эту полоску и все как уже сказал этот инструмент он не универсален но в принципе если он у вас есть то некоторые задачи будут выполнять проще и легче шорный нож обычно эти ножи идут форме полумесяца то есть они вот такие вот скругленные и есть конечно разные формы ну как в данном случае вот она такая какая-то неправильно но со скруглением значит эти ножи зачастую они универсальны то есть мастера их используют для выполнения всех операций по резанию кожи в моем случае это не совсем шорный нож хотя по форме он такой же но здесь нету заточки вот в этой части и в этой что это нам дает или чего это нам не дает то есть шорным ножом в принципе можно даже делать резы по прямой линии вот если было вот здесь заточка то это все делается таким вот образом так как у меня здесь заточки нету я могу этим ножом оставить только царапины ты если здесь сделать заточить то это был бы полноценный шорный нож а так это сейчас больше нож как бы для шерфования вот и можно тоже легко снимать там фаски снимать слой кожи и по личным ощущениям вот это именно операцию по шерфованию данным ножом делать проще и легче как бы чем вот такой формой лезвия ну то же самое то есть им можно рубить кожу там делать скругление можем на самом деле достаточно удобный можно полоски поэтому как вывод в принципе если сделать себе такой нож и сот такой вот здесь заточку сделать и здесь то такой нож можно оставить себе как основной заменить все в принципе ножи которые есть оставить себе этот один основная сложность только в том что им нужно приловчиться работать то есть сразу примеру купить такой нож и начать делать качественные резы им достаточно сложно то есть им нужно поработать какое-то определенное время приловчиться понять как как он в работе себя ведет и уже оставлять себе как основной для правки ножей приобрел себе такую вот планочку на ней наклеена кожа растительного дубления я сначала эту кожу намочил и загладил то есть она такая была гладкая гладкая в общем сначала правил на просто на коже потом в какой-то момент вот нашел у меня там есть образец китайского аналога пасты гоя красный я его сюда намазал и сейчас ну как бы правлю на этом возможно кто-то даст совет как правильно делать вот эту дощечку как правильно пользоваться этой пастой то есть стоит ее намазывать таким вот слоем или она как-то не знаю должна как-то тонко там наноситься вообще у меня в этом познании нету то есть сделал как получилось но может я делаю что-то неправильно если подводить итоги и дать какой-то совет по выбору ножей для своей работы я бы сказал что более рационально лично для меня было бы конечно приобрести себе два ножа один универсальный и один для утончения кожи потому что он все-таки нужен в определенных случаях вот конечно же никуда без кромка реза а точнее я бы даже так сказал что вот эти вот ножи там ремни рез кромка рез вот этот циркульный нож для вырезания кружков то есть вот такие вот более специальные ножи я бы покупал именно конкретно под задачи то есть если занимайтесь изготовлением каких-то изделий где часто используются и нужны вот такие вот инструменты то они должны как бы у вас быть вот они реально облегчат изготовление но что касается ножей то я был выбрал себе вот этих вот два допустим и работал бы с ними или же или же я бы просто остановился на изготовлении одного шорного если конечно его правильно сделать то сделать еще вот здесь вот заточки тогда он бы мог выполнять рез по прямой линии как-то перерубывать там кожу и допустим снимать слой то есть он бы выполнял все функции которые можно сделать допустим вот эти вот там четырьмя ножами то есть можно было бы остановиться на одном таком шорном ноже только как я уже сказал ему сложно работать и нужно приловчиться то есть на это нужно время проще конечно обойтись вот двумя ножами и работать таким комплектом если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь и спасибо за просмотр